Задача, например, каждого из нас, это не жить в прошлом веке, а все-таки свой мозг применять к современным тенденциям. А вопрос у нас, стоит ли придерживаться одного вектора ежедневно? Нет, я думаю, не стоит. Я думаю, стоит каждый день менять свой вектор, составлять план с вечера и с утра его реализовывать. Потому что только перемены в нашей жизни, они расширяют наше сознание и дают двигаться вперед. А вы лично как это делаете? Все-таки придумываю какие-то новые идеи и стараюсь их воплощать в жизнь. Приносит вам это результат? Конечно. А по конкретному? Как бы сначала идет идея, то есть ты эту идею говоришь определенным своим, я не знаю, знакомым и так далее. Создаешь команду тех людей, которые смотрят с тобой вперед и воплощают, помогают воплотить этот бизнес-план в жизнь. Там не важно, кто-то дизайн-проект будет делать, кто-то будет помогать составлять сам бизнес-план, финансовую сторону проекта, кто-то из строителей тебе поможет приехать и начать делать ремонт, воплощать саму картинку в жизнь. Какого цвета будут стены, дальше дизайн-проект, то же самое элементарные визитки твоего бизнеса. То есть все-таки идет сначала идея, потом, по моему мнению, команда и дальше реализация проекта. От этого много что зависит. И большая часть, наверное, успеха все-таки идет от команды и от тех людей, которые рядом с тобой и поддерживают твою идею и также ее толкают вперед. Вот, поэтому идея – это самое главное в бизнесе. Сколько идей за последний месяц пришло к вам в голову? Ну, к сожалению, есть такой моральный аспект в плане кризиса и жизненных каких-то неурядиц, которые все равно откладываются на придумывание всех идей. Но все-таки, наверное, помогает весна, солнышко и все остальное, чтобы была придумана за последнюю неделю еще одна идея. Вот, и следующим этапом сейчас создается именно команда, которая тоже так же вдохновится идеей, как и я, ее откорректирует, придумывает что-то более интересное и начнется реализация этого проекта. Я чувствую себя хакамадой. Что это такое, допустим, я не знаю, депрессия или какие-то простые слова, что такое потерять друга. И она с точки зрения своей умудренности и начитанности жизнью и какой-то своей философии, она дает каждый день какой-то лайфхак, который, в принципе, можно задуматься и как-то что-то для себя принять, что-то, допустим, не принять. Ну, то есть это как всегда в жизни. Либо ты читаешь книжку и принимаешь ее, либо отторгаешь. И так же, как и идея от других людей и философия. Либо это тебе близко, и тебе заходит, и что-то в жизни тоже тебе помогает. Либо, наоборот, ты пропускаешь мимо ушей и идешь дальше. Ну, что ли, сына хакамада многим помогает? Или это у нее просто какая-то раздутая, так сказать, слава? Ну, это не раздутая слава. То есть человек всю жизнь работал на свой имидж, на свое имя, да, то есть как бы известный политический деятель России, да, который большой жизненный опыт, и она применяет этот опыт. И правильно делает и продает вот именно свой продукт с точки зрения каких-то своих мыслей уже, да, то есть как бы не политической деятельностью, а уже такой багаж, жизненный опыт. То есть когда ты там сидишь в неформальной обстановке и болтаешь как с другом, у тебя больше приходят умных мыслей, идей, чем ты когда там умничаешь, да, там, что-то специально стараешься придумать. Если у нас это что-то получится интересного, да, и которое будет заинтересовано другим людям, например, так же, как интересно нам с тобой обсуждать уже несколько лет определенные какие-то жизненные темы, не связанные там не только с личными какими-то проблемами, не только там с работой с бизнесом, но, например, с технологиями, да, там, и то, что творится вообще там в жизни вокруг нас, там, начиная от политики, там, заканчивая какими-то простыми-простыми проблемами, ну, то же самое, как мы сегодня затрагивали экономию, да, там, воды дома, рост тарифов и все остальное. Ну, и как это будет складываться на нашей жизни, да, и так же, как бы, это будет складываться на развитие бизнеса. Ну, на самом деле, да, бизнес, наверное, перейдет в какую-то другую струю, в другое направление. Совершенно верно, все будут технологии, одни технологии. Но ведь о технологиях говорят уже давно, а сейчас что за технологии? Сейчас какие-то, что-то поменялось или в чем? Ну, я думаю, то есть это такое, как бы, сейчас такой граница и рубеж между прошлым и будущим, ну, то есть это, соответственно, у нас такое затишье, да, там, перед бурей. То есть все-таки, как бы, уже прошлая модель жизни, она уже фактически отпала, да, и, ну, все идет за технологиями, то есть, как бы, виртуальная реальность, она неизбежна. И задача, там, например, каждого из нас, это не жить в прошлом веке, а все-таки, как бы, свой мозг применять к современным тенденциям и себя развивать, и, как бы, не лениться, и тоже углубляться во все технологии, которые нам предоставляют разработчики, там, не важно, там, в интернете, в оборудовании, там, в том же самом телефоне, потому что мы ленимся, даже мы, покупая новый телефон, мы его не изучаем вообще. То есть, как бы, мы интуитивно щелкаем, да, там, что-то поменяем в этом настройке телефона и так далее, но мы не углубляемся, и даже, на самом деле, все технологии, которые применяются, да, там, и обновления, мы, ну, не углубляемся, это, там, единицы из людей, которым это интересно. То есть, самое главное, чтобы в жизни было всегда интересно познавать что-то новое, тогда ты будешь, как бы, в потоке. Если ты не будешь вот в этом потоке, то ты все, останешься в прошлом, потому что это уже все, неизбежно. Ну, вот, я считаю, что вот эти все истории с телефонами, с новыми, там настолько всего много заложено глубоко, что мы вообще этим не пользуемся, и непонятно, для чего нам это продают, для чего. Ну, это тоже, наверное, какая-то определенная система, которая нас все равно окутает. То есть, это привыкание, привыкание массы общества, да, ко всем вот разработкам. То есть, там, хочешь, не хочешь, тебя это не интересует, да, ну, даже, там, весь бизнес, он, как бы, за это совместно со всеми технологиями, разработчиками, там, да, там, программного обеспечения в телефонах, это все взаимосвязано. То есть, там, даже ту же доставку, например, еды, да, там, супермаркета или еще что-то, ты все равно заходишь именно в разработку, разработку в телефоне. И тоже это все смотришь и изучаешь. То есть, там, жизнь заставляет, по-любому. То есть, сейчас это неинтересно, завтра ты уже это, на это смотришь, послезавтра ты уже углубляешься и начинаешь изучать. То есть, по-другому уже никак, да, получается? Не получается никак, да. В завершении всего могу сказать, что без технологии мы уже жить не сможем, потому что уже наш менталитет и наш ум уже настроен на новую жизнь. Увидимся в следующий раз. Спасибо большое. Спасибо.